Всем привет! Вас приветствует наше юмористическо-аналитическое шоу «Три кандидата». И сегодня мы начнем с прекрасной темы, как и всем хочется, в выходной день, в субботу, услышать о чем-то позитивном. И мы порадуемся, да, хотим порадоваться. Выйти из повседневной реальности, выйти из зоны комфорта и назад в нее вернуться. Слушайте, чтобы из нее выйти, надо сначала в нее войти, в зону комфорта. Но мы не об этом. Хотим порадоваться о том, что хоть кто-то в стране отдыхает, причем на хороших курортах, и этот кто-то – это Андрей Богдан. Вот, прекрасно. Вот, который ни много ни мало отправился на заслуженный, наверное, отдых. Мне кажется, что наши зрители видят только половину Андрея Богдана. Фотовой, да. Причем далеко не самую лучшую половину. А вы теперь не увидели всего Андрея Богдана. Денег нет, вы держитесь, да? Нет, ну, кстати, вот Андрей Богдан, это же у него уже не первый отдых. До этого у него был ханянь. Он ездил. Ханянь. Ханянь. Не видать тебе визы в Китае больше. А теперь это свершилось. То есть он так перемещается с востока, да, там, все ближе и ближе, и ближе. Не, ну, то есть, получается… Или он так бежал от коронавируса. Кстати, на этом китайском острове были зафиксированы случаи. Да. Именно коронавируса. Аккуратнее надо, да? Осторожнее. Ну, на самом деле, мне кажется, это такой яркий ответ Петру Алексеевичу Мальдивскому. То есть тот на Мальдивы ездил, а этот на Сейшелы. Что ж, дать теперь тортик от Рошана Богдана Сейшелы? Просто тортик Сейшелы. Сейшелы. Ну, тоже хорошо. С орешками. А почему с орешками? Смотрите, кто-то может… Уже кому-то достанется на горишке, да? Смотрите, кто-то может вот это разместить на фотобоях, вот как Кирилл предлагал. Ну, да, кстати. Ну, вот понимаете, вы вот смеетесь, а кто-то вот переживает и думает, чему, видно, телефонуя. И мы видим еще Игоря Валерьевича. На шезлонге, отдыхающем. Ну, солнышко дневное, как бы, релакс никому не повредил еще, поэтому это все. Мне кажется, на этой фотографии Богдан слишком довольный. То есть, видно, он что-то таки знал, что надо… Надо уезжать. Уезжать подальше. Да, все-таки, во-первых, на Сейшелах не надо платить за отопление. Так это что, очередные политики в экзиле? Как это будет? У нас теперь будет… Почетные ссылки, надо говорить. А, ну… И почетным, и непочетным. Будет нам какие-нибудь интересные открытки присылать, да? Или обои можно установить себе на рабочий стол? Нет, ну, смотрите, смотрите, что у нас еще Сейшел не было. Ну, это просто… То есть, как бы, тут Богдан тоже еще так, наверное, думал, куда же поехать. Варианты разные. Ну, да, не в Санжарыш ехать, правда? Да, и не Мальдивы. Хотя, Сейшелы, Санжары, оно как-то так… А, звучит, да, как на островах. Ну, вот, ребята, ну, как бы смешно, но ведь все-таки курорт собственный наш, родненький. С минеральной водичкой. И этот курорт стал невольно, не знаю, там, в центре внимания всей страны. Может, даже тот, кто не знал, узнал, что у нас есть новые Санжары. Возможно, теперь заинтересуются, где у нас старые Санжары, да? Или новые Сейшелы. Или новые Сейшелы. Кстати, нужно сказать. Кстати, ну, новые Сейшелы – это наш ответ новым Санжарам будет. Или наоборот. Кстати. Нет, мне просто кажется, что после Богдана старые Сейшелы уже испортятся, нужны будут новые Сейшелы. Да, или можно сказать, Новый Богдан. Новый Богдан. Новый Богдан. Нова Богдана Сейшелы. Не, ну, есть же Новобогдановка, подожди. Санжара, Санжара. Есть же Новобогдановка. Она была очень известна, между прочим, взрывами. Там надо искать, что если есть новый Санжар, то есть и старый Санжар. Так я тебе о том. Давайте об этом. Должны быть просто Санжары. Вообще, кто по логике. И будущие Санжары. Да, и до Санжары. Ну, это все было бы смешно, если бы действительно конкретно этот населенный пункт. Да, не стал просто. Курортный не стал не просто в центре внимания всей страны, а оказался, скажем так, теперь, наверное, даже именем нарицательным, потому что теперь мы будем знать, как не стоит ни в коем случае поступать и как непосредственно... Куда ехать? Куда не стоит ехать, потому что впереди, да, действительно сезон. И вот многие, кстати, наши коллеги и журналисты задавались вопросом, а захотят ли теперь украинцы воспользоваться перед началом курортного сезона услугами вот такого курорта? Как с ними вот этот негативный имидж может сослужить не просто злую шутку, а непосредственно действительно становиться каким-то таким... Именем нарицательным? Именем нарицательным? Ну, то есть слуг народа вместо трусковсателей надо на новые санжары вести, да, на переподготовку. На 14 дней как раз. Закрыл, переподготовил, перезапустил. Не, ну, наверное, туда вместе с местными жителями. Ну, конечно, они там... То есть и с местными администрациями, помните, которые везде отказывали принимать наших граждан? Вот, вот. Децентрализацию будут проверять, как она работает на практике. Ну, потому что, ну, действительно, ведь... Ну, давайте так, я думаю, что все в курсе, что в связи с возвращением наших граждан из Китая, которые оказались тоже заложниками ситуации и непосредственно, возможно, были как-то близки к центрам распространения вируса коронавируса... Да, из места эпицентра, да, из Ухани, города, где, в принципе, в Китае это как бы, ну, как бы... Причем не быстро вывезли. 40 дней. Давайте понимать, что Украина проявила себя... Ну, как бы 40 дней Моисея ходила по пустыне. Вывезли с одного места, привезли в другое место. Ну, очень оперативно, да. Ну, привезли, называется, давай посмотрим еще сколько везли, да, называется погрузка, перелет, попытка сесть над Борисполем, другие населенные пункты, забасток. Смотрите, 30 раз самолет наматывал над Харьковской областью, над Харьковом. Это он заметал следы. Чтоб никто не догадался, да, это житаренная операция все-таки. Да, никто не догадался, то есть именно вот Харьков нужно было... То есть все-таки все, как завещал Эмельян на Гиперлупе, все-таки вжиг так можно, или как там Илон Маск строит. И доехать. Она, извини, так укачивает, вот таких этих манипуляций. Смотрите, ну, изначально же планировалось, насколько я знаю, что их разместят в Тернопольской области. Первоначально, да. И там лучше всего было подготовленное место. Лучше воздух, во-первых. Самые пятизвездочные отели из всех пятизвездочных. Ближе к западной границе, в конце концов. Без визу, ну и так далее, да. Воздуху свободы. Вот. Ну, а что мы увидели? Мы увидели молебны. Ну, а я уже с этого начала, да. Против, да, вот, чтобы эти люди приехали. Вообще, мне кажется, вот если так представить себе людей, вот представьте, их подозревают, что они больны, но они, наверное, прилетели в страну. И подумали, что они самые здоровые. То есть, они вообще не поняли, зачем их эвакуировали с Ухани, если их надо эвакуировать с Анжар. В обратную сторону необходимо уже разворачивать этот самолет, потому что... Ну, давайте понимать, что ситуация, конечно, на самом деле очень грустная. Конечно, да. Но украинцы были бы не украинцами, если бы они начали не только причитать Ахивздохи и прочее, но еще и шутить над происходящим. Это продело массовое количество разных мемов. Вот, Алексей, давайте, прочитайте нам. Там туристы из Китая едут. Открыти ворота. А если у них коронавирус, закрыти ворота. А лишь там украинцы. Повесить на воротах прапор Украины. Ну, это прекрасно. Прекрасно. Или, допустим, тернопельские плитки. Это первое место, куда должны были приехать, прилететь. Смотрим. И, соответственно, это шикарно. Жители микулинцев решучи не пустили на микулинский аэродром літак из Китая. И мы видим, да, самолет обстрелянный. Копьями. Да. Копьями туземцев. Или вот такая вот прелесть тоже. Тернопольские плитки. Нет, тернопольские плитки. О, люди с открытой формой туберкулеза в громадских местах. Видим, да, все танцуют, гуляют. Танцы, радость, да. Дети без щепления, від коротечков. То же самое, все продолжается. Эвакуированы из Китая, повезли в пансионат. Ага, с выломы. И все, да? И все, да. Очень понятно, причем, кстати, очень много было разных заявлений и от лидеров мнений. Нельзя в Санжарах рассказать. А я, кстати, вчера, ну, в одной из эфиров спрашивал у девушки, которая в санатории в Санжарах сейчас находится. А говорю, а как вот ситуация, атмосфера в Украине, в Китае? Она говорит, ну, в Китае спокойнее. Ну, конечно. А просто, если ты с температурой высоких очков улиц, смертная казнь. Ну, нет, ну, а просто, если даже вот вдуматься, да, вот то, что происходило, когда их везли, когда взяли, разбили окно в автобус. Ну, то есть... Нет, так давайте честно, не просто разбили окно. Кстати, очень показательная картинка. Тату, чему мы наседаем? У тому еще сынку внизу хвори люды. Да. Не просто разбили стекла автобусов, хотя вроде как волновались, что... Вирус попадет. Вирус, да, который возбужден капельным путем. А так он может и на улице выйти погулять. Люди, которые показывали, что они с миром показывали сердечки, это не останавливало, да, пикетирующих. Разбили одному из работников при исполнении сильнейшим образом голову, да, то, что есть пострадавшие. Но на самом деле все это порождает, с одной стороны, волну какого-то негодования. Как это вообще возможно в цивилизованных реалиях. С другой стороны, через сутки мы видим уже попытки исправить ситуацию. Привезли продукты, да... Переселенцы. Переселенцы. Постарались наладить контакт. Ряд телеканалов отправили своих журналистов. Прямо туда? Да, на местные события. Президент позвонил девочке, которая в Китае осталась собачкой. Собачкой. Она сейчас будет ее эвакуировать. А еще министр попыталась... Министр, как это, был такой фильм «Залечь на дно в брюге». Она решила залечь на дно в Санжаро. Ну, подожди, она же не одна, она была с премьер-министром. Вот, вот мы видим. Мне кажется, знаете, Алексей Гончарук летит... Что у него в наушниках? ...и слушает Сакиру Пейруна. Включил. Настраивается, да? Думаю, сейчас вертолет летит, и будет полет в «Валькирии». Энвара тоже 30 кругом, наматывал. Две недели над этим работал. А почему Гончарук? Гончарук тоже, кстати, мог бы поехать и там сидеть в санатории. Так как бы... Он бы не отчитывался как раз. А что правительство? Не-не-не. Не оттуда включаться. Гончарук незаменимый, его нельзя в резервации. А министр здравоохранения в таких обстоятельствах заменимо и легко. А министр здравоохранения ее как раз надо было изолировать от общества. О, вот это вообще шедевр. Знаете, из серии «Кто умеет пользоваться маской?» То есть, в общем-то, мы видим. Гончарук просто показал, кто главный, да? Гончарук показал на него, но как это он так сделал? Да-да-да. Не, ну это мне кажется вообще шедевральной, конечно, картинкой. А вот это прелесть. Это же уже медаль. Вот. За оборону украинцев из Китая. «Вылыки Санжары». «Битва под Полтавой». Ну, прекрасно. Я думаю, что можно вручать всем аксимистам. Кстати, вот это к вопросу. А вообще, а кто это вот делал, да? Органическая это все служило? Или это как бы не были некоторые подогретые группы, которые туда специально бросили, чтобы это все забродило. Алексей, ты намекаешь, дрожжи, некие дрожжи, да? Да, Алексей, ты намекаешь, где рука Кремля здесь? Где вот эти вот… Но с Путина торчит? Где эти провокаторы? Где окремляли? Где их уже торчат, как вчера раньше говорил. Кирилл, окремляли? Или кого-то еще? У нас же хватает таких желающих. Башенок. А? Башенок разных. Башенок. О, это министр, да, мы видим? Ну, смотрите, да, это министр. Это еще до карантина или уже во время? Ну, на самом деле, вот мы говорим о том, что она тоже выкладывала их в соцсети, как пребывала в Санжарах. Заря на Санжарске? Да, это министр информация. Да, это министр информация. Да, это министр информация. Да, это министр информация. Но она же пойдет, когда выступит «Нова-Санжарская». Нет, нет, тогда уже лучше авака в Санжарске. За организацию спецоперации. Нет, но есть же плащ Ярославный, должен быть какой-то плащ Заряны теперь. Ну, что такое? Ну, классика какая-то должна. И вообще надо снять не один фильм об этом. Не плачь, а убаюкивание Заряны. Мне кажется, знаете, нужно снять фильм «Из Уханя в Санжары» и обратно. Транзизм. А мне кажется, надо назвать фильм «Ухань-докали страну». Кстати. Ухань-докали. Ухань-докали, да, вот оно так. И через дефис так написать, это все правильно. Ты знал, Гончарук, что-то, что вот такое произойдет что-то, да? Тогда «Ухань-дохали». Доха должна быть тоже отдельно. Это следующее место, где будут... Кстати, мы подскажем, смотрите, сейшелы уже были использованы, а еще дохо. Для дохо надо, конечно. Ухань-докали. Это такая главная цель нашей программы, это обучать наших зрителей географии. Ребятки, это все было бы ничего, но мне кажется, что весь мир... Но Андрей Богдан, возможно, смотрит, и он думает, куда поехать в следующую точку. Весь мир смотрит и изучает географию уже по нашим событиям, потому что украинцы в связи с своими реакциями на возвращение своих граждан вошли во все мировые СМИ, то есть только ленивый не написал. Вот мы можем посмотреть, вести ее сделали, да, такой подборочкой. Да, такой дайджест о том, условно, заголовок, злые, пьяные и ожесточенные, как иностранные СМИ описали Украину в Новых Санжарах. И мы и в Гардиане мы, и в Вашингтон-Пост отметились, и в Индепендент, и в National Public Radio. То есть везде. Как тебе такое Илон Маск? И в Нью-Йорк Таймс, да, и в CNN, и в Нью-Йорк Таймс. Ну, то есть, ну, хоть... Ну, это, кстати, к вопросу, смотрите, ну, то есть, зато все у нас узнали, я думаю, что инвесторы приготовились вкладывать... В Санжаре просто. Инвесторы приготовились звонить своим инвестиционным няням. Великий инвестиционный форум в Санжаре. Кстати, обязательно инвестиционный нянь туда нужно. Не хватает только какого-то твита Трампа еще про Санжаре. Вот недорогеточное. Да, так нет, и смотрите, вот можно туда инвестиционный нянь туда. Не они из санатория просто будут вещать. Кстати, прямо оттуда. Или можно сразу нанять вот этих людей, чтобы они стали инвестиционными нянями. Ребята, мне кажется, просто в Санжарах обязательно появится пятизвездочный отель, при котором обязательно будет казино. Да, сразу должен быть какой-нибудь большой бизнес-центр, где можно проводить... Кстати, уже есть название «Корона». Можно сразу и не придумывать ничего самого. Слушай, маленький супермаркет «Вирус». Нет, или аптека. Аптека «Вирус» и казино «Корона». Казино «Корона» вход минимум на 14 дней. Еще строительный магазин «Булыжник». Ребята, строительный магазин «Булыжник». Прекрасно, я считаю, что надо же там теперь восстанавливать. Улицу можно Аваковскую сделать. Объездная, большая Аваковская, да? Новая Аваковская. Новая Аваковская, ну... Новоскалецкая. Ну, кстати, все смешно. Но вот на самом деле ситуация очень плачевная. Конечно. И я думаю, что многие задумались. Вот сейчас большой вопрос поднимается. Эмигрировать в Санжары. Да, да. Если не эмигрировать совсем, то тогда в Санжары. Или не выезжать из этого, хотелось бы сказать, Хайнаня. Но не Хайнаня, а Уханя. То есть оставайтесь на своих местах. Ну, просто ехать на Ухань, и все, вот. Ну, давайте переходить плавненько к следующей теме, потому что там же смешных им просто прудь-пруди. Я предлагаю остановиться на следующей теме, как Анатолий Шарий испугал непосредственно представительницу Европской. Солидарность Ирины Гераченко в эфире телеканала «Наш» в гостях у Максима Назарова. Правильно говорить депутатку. Ну, депутатку. Членкиню. Ну, на выбор. Главное сказать европскую. Европскую. И дальше там любую. Хотя, какая солидарность, тут тоже открытый вопрос. Вот мы увидели всю солидарность с Санжарами. Санжарская солидарность. Это депутатская группа уже, мне кажется, отдельная. Санжарская солидарность. Нет, я уже вижу ее. То есть СС. Голосуй в рай. Так и у всех. Ну, вот смотрите, Ирина Гераченко сбежала из телестудии, испугавшись звонка. Это, скорее всего, видео звонка. Есть это видео? Видео у нас есть. Или видео нет. Но есть технические... Нюансы. Нюансы, да. Вот. Сидели мирно за круглым столиком. Макс Назаров задает вопросы. Пан Анатолий Шарій. Пан Анатолий, добрый вечер. Я не буду разговаривать с паном Шаріем. Я хочу поставить. Друзі, я не буду в День Революції Гидности разговаривать с Шарієем. Дуже дякую. Я уйду, пусть возвращается. Ирина, возвращайте. Слава Украине. Пан Анатолий Шарій, где? Вы можете повернутися для розмовы? Пан Анатолий Шарій, я вам слава. Я повернусь. Я не попишу. Толь, сейчас, секунду. Я зараз за пан Анатолий Шарій сходжу. Номер не удался. Що ж знаю, так вот. Пан Анатолий Шарій, ну вы тут з нами? Ну откуда мы знаем? Может быть, Ирина выехала как раз с Анжарой? Я думаю, это домашняя заготовочка. Они репетировали. Только Шарій появляется на проборе, Герасченко сразу по второй сигнальной системе собаки Павлова встает и на выход. Ну вот мы видим картинки. Просто давайте поймем, где вот этот общенациональный диалог? Где это примирение, солидарность и все остальное прочее? Вот где? Нет, нет. Это называется, у нас были мовни квоты, а это эфирные квоты. Есть квота Герасченко, было первых 15 минут, потом квота Шария. А вместе никак диалог не видно. Да, но если мы действительно посмотрим на эту ситуацию с Новой Санжарой, вот это все, дни Майдана сейчас как раз. И где новое гражданское сознание? Нет, ребят, мне кажется, надо теперь просто взять на вооружение. Если вы находитесь в эфире с депутатами или приближенными к европской солидарности, в любой непонятной ситуации, когда дискуссия теряет рациональное зерно, просто говорите, я звоню Анатолию. И все. И все, и они уходят. Ну, в крайнем случае... Сегодня какая у нас годовщина? Никакой годовщины нет, но мы все равно встаем и уходим. Да. В крайнем случае, если Анатолия занята, можно Ольге позвонить. Ну, как бы она же тоже Шарий, правильно? Можно всем звонить? Можно. Кстати. Это вот вам лайфхак. К всему семью. Кстати, да, вот вчера же появилась новость, что Порошенко уже будет силой приводить на допрос, потому что он 30 этих вызовов, собственно, проигнорировал. Стратил. Так он же так и может и говорить, что я же не приходил, потому что меня постоянно Шарий вызывал через YouTube. Это мне не подходит. А теперь можно вместе. Пускай мне Венедиктова позвонит лично, там, попросит на чай, на печенюшки, но... Вот. Так, переходим плавненько к следующей теме. Украинским водителям скоро начнут рассылать письма счастья. Главное, чтобы... Ждем. Без белого порошка. МВД вышла на финишную прямую по установке системы автоматической фиксации нарушений ПДД. Внедрение системы начнется в Киеве. Ну, как всегда, мы самые интересные полигонеры. Ну, конечно, опыт. Мы с самым крупным городом. Где уже работает 20 камер. Ребята, в Киеве 20 камер. Просто уже страшно ходить. А знаков больше? Вы ощущали, кстати. Но в тестовом режиме. А я, кстати, заметил, что знаков, что вот такой синенький значок, что там камера, но их, наверное, штук 40. А камер всего 20, да. Нет, так всегда, смотри. Часть повесили бутафории. Часть просто знаки. Да, а часть... Ребята, тут еще такая информация, что... А бюджет освоили на 40. Только 14 февраля в День влюбленных в Киеве зафиксировали 38 439 нарушений только за полдня. Ну, то есть на крыльях любви люди неслись. Все же понятно. Торопились. Не, ну, а им их простили, я так понимаю, из-за Дня влюбленных. Нет, это сказали в тестовом режиме. То есть они 14... Зафиксировали? Ужаснулись. Нет, ты смотри, то есть... То есть они в Валентинске должны были отправлять. Такое сердечко. По 500 гривен каждое дело. Типа, перезвони нам твое МВД. Да, да. Да, вот как-то. Типа, я жду твоего звонка. И такая фотография там какого-то нарушения, вот в сердечке. Я жду номер твоей карты приватов. А потом скинул в личку, да? Да, и все. Кстати, сбрасывай номер карты сразу. Сразу 500 гривен. Нет, ну подожди, ну вот если так подумать, такая цифра. Это нарушение, наверное, не только водителей, это кто-то перебегал через дорогу как-то так. Или что имеется в виду? Перебегал за скоростью больше 50 км в час. А вы предполагаете, что часть из этого могла нарушать сама полиция? Конечно. Чтобы повысить статистику. То есть они могли специально ездить и нарушать? И нарушать, конечно. 30 кругов вокруг центра ездить. Надо же как-то оправдать. Кстати, да? Отбить затраты на камеры. И более того, ездить возле камеры. Они что, знаете, камеры? Они-то знают где, а мы нет. То есть они могли приехать, знаете, вот такое одно нарушение, потом еще одно. Ну, в общем, надо сказать нашим водителям, чтобы они готовились, что, возможно, таких рано или поздно будут эти письма счастья догонять. Ну, давайте плавненько переходить к следующей теме. Есть такая прекрасная песня у группировки Ленинград, называется «Сумка». И вот приблизительно… Какая большая сумка. Вот такая вот сумка оказалась в поле зрения, точнее в поле камеры, да, под большим зумом. Наши журналисты же не дремлют, Верховной Раде, они там, знаете, снимают такими увеличительными… Тогда берут только журналистов, а у кого зрение… У кого труба вот эта увеличительная? У кого просто… у кого труба. Так вот, служанка народа, Виктория… Это новая какая-то… Кинзбурская, да. Это феминизм. Феминизм. Да-да. Пришла в Раду с сумкой Prado. А… А должна была бы припереть с сумкой зарядистов, вот пришла в сумкой зарядистов. Да-да. Никто бы тебе ничего не сказал. Вот нормально было бы. Сколько бы она не стоила? Национальный бэнд… Нет, сумка Санжары, должна бы не… Ну подожди, это… Это еще был Донна кстати? Нет, еще не делают. Там галантерию еще не открыли. Там только все русят, пока. Ну так цена сумочки 6300 гривен, на секундочку. Нет... Это точно Зрана. И согласно декларации, она очень дорого обошлась. Кстати, а в этой сумке случайно не было отчета за 84 тысячи гривен правительства Лянча Рука? Я думаю, в этой сумочке была маска за коронавирус. Смотрите, месячная зарплата депутата составляет 20 тысяч гривен. То есть ты предполагаешь, что она три месяца не ела, не пила, не выходила за пределы Верховной Рады. Копила. И все ради чего? Эти сумочки зелененькие. А вот правда. Подождите, ну зато давайте объективно спирали. И все ради того, что вносить на депутатские сумки. Сумка зеленая? Да. Она в корпоративных цветах? Да. Ну не совсем. В корпоративных, зеленых. Близко, но не совсем. А вдруг она куплена тогда за определенный партийный фонд? Ну почему? А почему у других нет? А почему? А мы не знаем, есть у других. Мы тогда должны были принести все. А вдруг они вот нечиславные, понимаешь? Нет, а вот если вдуматься, действительно. Нет, просто остальные носят депутатский мандат в кармане, а она в сумочке. Нет, а вот... Ну кого, какой мандат, понимаешь? Саша, а вот если вдуматься, вот действительно, вот что такого должно быть в сумке, чтобы она стоила 2367 евро? Полный кулек понтов, мне кажется. Ну вот что? Там, не знаю, что там внутри должно быть? Ну вот, мне даже просто, ну вот как бы, я пытаюсь себе представить. Алексей, вот когда ваша благоверная захочет себе сумочку, 63 тысячи, вот вы тогда ей будете рационально объяснять, она-то будет на вас смотреть глазками и говорить, Леша, мне очень нужна эта сумочка. Тогда будешь говорить просто, не нужен тебе этот депутатский мандат. У меня к этой сумочке есть прекрасные туфельки, а туфелькам нужна сумочка. Кирилл, а ты, вот, Кирилл, твое мнение, вот, что в этой сумке такого? Леша, есть прекрасный анекдот, когда приходит жена мужу и говорит, дорогой, секундочку, говорит, я сегодня была в магазине и купила к своей старой блузочке новые пуговки. Теперь к этим пуговкам мне нужна сумочка, а к сумочке мне нужны туфельки, а к туфелькам нужен поясочек, ну и, соответственно, новая шляпка и пальто. Мультипликатор это экономисты называют. Поэтому начинать надо с пуговки, понимаете? Да уж, я думаю, надо опять в трусковец их вести, чтобы их там какому-то, это, корпоративному стилю обучали. Ну подождите. Чтобы если сумочка, так как у всех, за дружечку. Они равняются на своего лидера, на нашего президента, который тоже оказался, между прочим, в центре, в эпицентре, я бы даже сказала, очередного скандала. Госкино запретило в Украине пять известных фильмов. И в список попал фильм с не кем-то там, а с президентом страны, с Владимиром Александровичем Зеленским, называется «Восемь первых свиданий». Вот. Видите, а у нас говорят, что президент зло в живое Владою, а его фильмы запрещают. Нет, это просто Госкино уже окончательно страх потерял. Нет, ну вот, кажется, да. Говорят, корпоративный дух? Нет, нет, не слышали. Запретить фильм? Вот, смотрите. Да. То есть уже Владимир Зеленский президент, а Госкино продолжает что, работать по... Ребята, ну на самом деле... А там еще и новый глава Госкино был назван. Ну смотрите, там я бы больше задалась вопросом, какие остальные фильмы попали. Попал фильм «Мачете» с участием Стивена Сигала. Сарванцы из Тимбельбаха с участием Жерара де Пардье. Ого. Восемь первых свиданий, на секундочку, там играет Екатерина Варнава и наш президент. Также фильм «Стрела» российский. И я так не думаю тоже. А «Стрелу» тоже сыграл Зеленский? Я думаю, «Стрелу» сыграет представитель Госкино, который будет лететь дальше, чем видеть. А там, мне кажется, она. Она. Ну, «Стрела». Ну, «Стрела». Ну, кстати, открытый вопрос. Она же... Да. Она, кстати, еще, по-моему, не до конца назначена. В роли «Стрелы». Да. А она там еще, по-моему, не до конца назначена. Так она может быть и не назначена. Поэтому такая стрела не летит, понимаешь? Нет, ну, просто это еще могло по методичкам Петра Алексеевича. А тебе не кажется, что из такой стрелы, ребята, могут просто перья-то повысмыкивать, просто вот, как бы... Позор. Позор, да. Ну, 8 марта 8 свиданий запретить. Прада-зрада, короче. Тут точно придется... Двигаемся дальше. Нардепу от «Слуги народа» Жану Бенелюку полагается президентская стипендия. Вот. То есть депутатской зарплаты ему недостаточно в размере 30 тысяч гривен. Но на самом деле полагается и ему, и его тренеру. Так вот, эта стипендия составляет у Жана 13 прожиточных минимумов, а тренерская 6,5. Прожиточных? Ну, да. 6,5, да. Полтора землекопа. То есть меньше ест в два раза, чем сам Жан. Ну, видно... Ну, во-первых, Жан готовится к Олимпиаде. Это же не секрет. Он даже об этом говорил, да? Мне кажется, он даже приходит, вот я даже наблюдаю зал Верховной Рады. Сетен на зале готовится. Да, он там сидит, так видно, медитирует. Не, у нас медитируют рахами. Не знаю, что это есть. Не Молюска. Поправка тысяча счетов? Ну, конечно. Молюска не там медитирует. Ну, неважно. Я не видела, где он медитирует, но так говорят. А смотрите, а ведь он еще мог Жан устроить своего тренера своим помощником депутата? Тогда это вообще... Жан еще мог в роли Депардье сняться, был бы Жан, не Белинюк, вот, а в каком-нибудь фильме. Только меньше и другой. Ну, почти. Ну, такой есть. Не, ну, я думаю, это в будущем. Зато свой. Это в будущем. Ну, это все смешно, но самая главная новость, которую мы ждали, которой мы готовились, ну, по крайней мере, знаете, в предвкушении. Это презентация отчета Кабмина. Сумки Прада. Я бы сказал, как говорила Надежда Савченко, это просто бабах. Бабах. Да. Потому что ты его увидела, это произошло все мои ожидания. Нет, а посмотрите вот на этот прекрасный... Я даже не знаю, это не квадратик. Это нечто обошлось налогоплательщикам в 84 тысячи гривенах. Причем делало это не Кабмин, а делали это отдельные, специально обученные. И более того, я уже посчитал, там уже 125 слайдов. Леша, ты гуманитарий, как ты мог посчитать? Это не в тренде сейчас. Ну, я все-таки в социальной науке. А ты как столбиком потом отделил? 125 слайдов, и каждый слайд стоил 900 гривен. То есть вот этот стоил 900 гривен, чтобы вы понимали. Прекрасно. Мне кажется, у него есть калькулятор. Мне кажется, разработчики PowerPoint-а явно подумали, что они не тем занимаются. Не, ну, представьте, вот это шедевр, да? И самое главное, заметьте, что везде плюсы. Ну, конечно. Все в плюс. Плюс. Нет, внизу минус 6,2. Ривен бидности. Только вот кто? Ребята, ривен бидности на самом деле. Ривен бидности на самом деле. Ривен бидности. Это тоже отдельная тема для обсуждения, потому что требует отдельного внимания. На одном из порталов, это Эспрессо ТВ, подали новость, что уряд, ну, по логике, очикует израстание средней тревалости життя украинцев до 75-й роста. Очкую. Написали по Фрейду, что немножко волнуется. Сколько же пенсии просоплатить еще раз. Ну да, что Милованов слегка озадачен. Или там... Но это тоже вот надо в отсчет. Это надо. Мне кажется, что вот это явно покращает типо казнаки, которые унесены в отсчет. Не, ну, я, кстати, вчера даже смотрел выступление нашего премьер-министра, и он там рассказывал, что он там готовит якийсь ивент. А правки, правочки и провульки, которые они готовят, маленькие такие провульки. Да, да, мастер-план. И при этом, при этом, почему-то вот эта презентация за 84 тысячи не показывалась. И мы даже спрашивали, а где ваша презентация за 84 тысячи? Да. И вы спрашивали, вот, собственно, а почему вы не можете нанять в правительство людей, которые смогут буквы собирать в слова, слова в предложение, а предложение в отчет. Ребят, вот это тоже прекрасно, мне кажется. По итогам отчета, помним все фильм «Москва слезам не верит». Ничего не будет ни пенсии, ни зарплаты. Одно сплошное телевидение. Ну, это приблизительно такой вердикт происходящему. Но, на самом деле, а как вам Гончарук, который поборол коррупцию, который сказал... Который сам сказал, что он поборол коррупцию. Что он лично вот этими вот руками... То есть, сначала он его возглавил, потом он его поборол. И восстановил не на секундочку все-таки имидж государства в глазах инвесторов. Вы чувствуете эти инвестиционные веки, кисельные берега? Кстати, Алексей, а ты не думал, что вот отчет, который за 300 с чем-то страниц, что он, когда летал на вертолете над Санжаром, мог в этом распылять просто? Кидал 125. Ну... Слайдов. А то слайдов, а страниц больше 300. Вот. Ну, ребята, отчет, конечно... И включили туда достижения Гройсмана. Удивительно. Кто бы сказал, да? Да. Попередников? Да. А могли же, как бы, надо уже думать на будущее, что будут в свои отчеты ставить следующие, потому что это ведь грядет большая кадровая ротация. А ставят ли Гончарук возможности для следующих, как бы, включать что-то позитивное освоение? Конечно, наработки по эвакуации наших граждан туда включат. Ребятки, ну это все смешно, но вот неделя была посвящена ведь не только отчету, а еще и другим инициативам от... Ну, давайте чешно скажем. С ногсшибателем. В основном инициативы идут только от слуг народа, остальные инициативы не рассматриваются. Так вот, одна из очередных служанок народа предложила... Очередной феминитив. Да. Предложила такую рассмотреть инициативу, чтобы в Раде зарегистрировать законопроект о том, что дети по достижению 14 лет, подростки, могли менять пол без согласия родителей. У меня такой вопрос, кому менять пол? Друг другу? Или как? Ну... Или в доме? В доме. У себя? Или в доме? Какая погода? За родичание должны. Но самое... Все было бы грустно, грустно, но еще веселее, если бы на одном из тоже прекрасных порталов не написали, что законопроект депутата Булах зи слуги народу дозволит педлятка вменят и педлогу без воды бать. Не, ну, правильно в своей комнате. Детский труд приветствуется. Нет, смотрите, в своей форме кончера. Это трудовой кодекс, надо немножко подправить. Нет, ну, отмилованного отменят. Ну, который волнуется. Да, и все, ты педлогу можно менять у себя в комнате. Ну, я думаю, это такая инициатива и то... Ребята, мне кажется, это вот... А ей тоже можно сумку с радостью 60 тысяч выдаст сразу. Педлога сумка. Туда же, в ту же степь, как был Тато Франциск. Да. Да, меняти педлогу. Ну, и учить мову. На самом деле, ребята, вчера, вчера, на секундочку, був день рідної мови. Да. Как вы думаете? И выступал мовный аббатсмен и сказал, что в Украине не вистачает репу. Чего? Якісного. Репы, мне кажется. Репы не вистачает в Украине. Читает, что сержата требует землю репу и тягнуть. Да. Нет, такая серьезная... Она почесала репу и вырешила, что ей не вистачает. Она заявила, что не вистачает репу и не вистачает якісных комиков. Мне кажется, что где-то сейчас улыбнулся Тарик Незалежка, который будет просто востребован, попадет в государственную программу, напишет побольше репа. Кстати, вот Тарику на заметку. Будет следующий отчет правительства в стиле репа. Мне кажется, именно в ключе того, что должен быть... Больше репа? Да, больше репа. НАБУ ради того, чтобы выглядеть соответствующе, закупает кроссовки. Ну, это составляющая непосредственно правильного... Банданы, кепки, цепи, очечи, тексты хорошие. Ну, и вот начнут с кроссовок. К НАБУ хотят закупить 90 пар кроссовок с антибактериальной стелькой. По 4 тысячи гривен за пару. За пару стелек или за пару кроссовок? Вот тут бы как бы поподробнее, мне кажется. У них уже были... Подождите, в НАБУ были тактические носки. Да, да. По 400-7 гривен за пару. Ну вот, теперь комплект. Смотрите, помните, нам уже говорили, что у НАБУ есть собственный броневик. То есть, а теперь у них... Ну, нужно же как-то... Это не только, с которым Петр Алексеевич еще есть, но нет, это другой? У нас в стране не один броневик, я надеюсь. У них собственный есть. Да, а теперь они как бы озаботились, что не хватает действительно с антибактериальным покрытием. Ну, весна же придет, у нас же кроссовки, чтобы бегать можно было за этими коррупционерами и ловить их. Друг за другом ловить. Во-первых, смотрите, можно бегать друг за другом. Я так понимаю, что НАБУ просто решили озаботиться тем, что нужно людей готовить к весне. Ребята, вот очень красиво пошутил наш коллега Миша Чаплыга, он же анархист, что НАБУ просто решила купить кроссовки, судя по цене, из шкуры налогоплательщиков. Как минимум. Ну, это хорошо, это красиво. Не, ну, как бы, понятно, что кроссовки, да, они могут там стоить и 4, и 5 тысяч, но возникает вопрос другой, да, что зачем НАБУ такие кроссовки? А если это кастомные какие-то кроссовки? Подожди, это, ну, кроссовки, но на них какие-то должны быть надписи. Чтобы они когда придут на какую-то спецоперацию, коррупционеры там будут в дорогих кроссовках, они же не могут быть в дешевых кроссовках, их сразу рассекретят. Они должны, собственно, сливаться с этой толпой. Нет, но ниланс в том, что у них же и зарплата там нормальная, они могут, мне кажется, и сами купить кроссовки. Ребятки, на это все смешно. У них там зарплаты 40, 50 тысяч. Ну, а сами они сейчас сандалии купят. Подождите, мне кажется, что в целом надо и другие инициативы обсудить. Ну, «Слуги народа» хотят запустить собственную газету, интернет-канал. Вот, новость-то очень... Нормально. Каких каналов вам не хватает? Каких вам еще каналов не хватает? Подожди, только сейчас был слайд уже, что там никаких пенсий и зарплаты, одно телевидение. Ну, вот телевидение и делаем. Ну, так, ребята, мне кажется, что очень показательно. Вот один из «Слуг народа», такой... Известный. Известный. Это господин Дубинский. Сделал свое предположение, какие могут быть программы на этом телевидении. И давайте их немножко зачитаем. Программа «Хочешь жить? Умей вертеться» с ведущим Евгением Брагером. Будет рассказывать лайфхаки. Про собак. Да. Как выжить в нашей стране. Программа «В мире девушек» вести будет ее Богдан Еременко. Вот. Программа «Разрушителей мифов». Вот. Ну, основные депутаты от «Слуги народа» как раз могут рассказывать, как выжить на зарплату. Да, много чего надо рассказывать, да. И купить сумку, да, или еще что-нибудь. Мама любит скорость, очень хорошая программа, которую будет вести лично Дубинский. То есть Дубинский так как бы самокритично включил себя. Да, конечно. А то его темный рыцарь включил. Как развести президента и папуасов? Будет вести гончарук на буй-кабмин. Вот. Как, являясь дебилом и профаном, поднять экономику страны? Будет вести, конечно же, Милованов, но иногда помогать ему гончарук. Город засыпает, просыпаются саросята. Ведут, как вы понимаете, все саросята. Да, да, это целое ток-шоу. Программа «Нет времени читать законы, нужно нажимать на зеленую кнопку в турборежиме». Хорошая. Николай Тищенко ведет. Уже все решено. Ваш ребенок талантлив, умен и гений. Мы это исправим. Министр образования. Ну, а также помогать будет министр обороны. Программа «Как стать барыгой за одну каденцию». Предлагаю, чтобы вел это Юзик. Ну, тут я думаю, что будет много желающих. Бурега сейчас Акашвили любит. Вот смотрите, программа «Интуиция», ведущий Арахамия, от же Дэвид Браун, возможно, Баканов. Кстати, тут, я думаю, что хороший опыт у Арахамии есть участие в… Да, он уже отличился. На канале СТБ, да, где он играл миллионера. Да, да. Хотел, конечно, миллиардера, вот, но смог сыграть. Ему доверили только миллионера. Роль миллиардера продали другому. Вот, да. Нет, вот смотрите, Набу вот этих новых кроссовочек должен заинтересоваться. Я понял, как бы вот эту связь с Арахамия-Бородянской. Бородянская же руководила СТБ, а Арахамия играл там. То есть они так друг друга и подтянули. Ну, вот мы смеялись, а вспоминали про Гончарука и Набу, да, о том, как развести страну. А глава Набу, господин Смолей, трижды, трижды, ребята, получил зарплату за январь. Вот. Почти 600 тысяч гривен. Каких вам еще реформ не хватает? Это же пожонглировать так еще уметь. Ну, он просто в Натсбанке знает, как жонглировать. Так самое интересное, вот если по поводу битвы экстрасенсов, то Бородянский же еще прославился на этой неделе своими заявлениями, что это была очень полезная программа, и она помогла раскрыть преступления. Что экстрасенсы в этой программе, вдумайтесь, они помогали, раскрывая там еще преступления. То есть я предлагаю тебе экстрасенсов или в Набу, или в генпропаратуру. Это в советники президента. Ребята, надо в советники президенту. Потому что президент заявляет, что у него нет времени думать стратегически, а думать только тактически. Пускай он интуитивно думает и подскажет ему в этом экстрасенсы. То есть советники президента экстрасенс-1, экстрасенс-2. Да, и гадалка на втором. Мне кажется, ей надо доверить вообще все. Кстати, а чем не вариант? Если они как бы по-другому не получают. Ну и давайте, я думаю, что в качестве такой вишенки на торте, давайте, блюдах, все о своем, да, о своем. Рассмотрим еще прекрасную новость, продолжение той, которую мы поднимали. У наших соседей-белорусов. Очень интересное продолжение, да, сигвола. Картошку сажают? Подожди. Лукашенко заявил, что арестованные директора сахарных заводов раскаялись и просят грузить навоз в колхозе. Вот по собственному желанию. Как вы думаете, много ли было бы у нас раскаившихся коррупционеров, которые по собственной воле вызвали, сделали два шага вперед на литероводочный завод, на песчаный карьер и на грузить навоз? Ну, товарищ Гладковский был на прошлых годах замечен в цирке Дюсселей, но не в роли клоуна. Да, но при этом он не предлагал, что он готов грузить навоз. Просто был замечен. Нет, ну, кстати, вот хорошая, смотрите, идея. Вот у нас, вот те, кто провалил вот эту всю ситуацию с анжарами. Да. Да, вот можно как раз... Грузить. Ну... Так а если грузить нечего? Что, уже и навоза в стране нет? Кирилл, ну плохо, все, но не настолько. Ну что ж вы сгущаете? Министерства аграрной политики нет, и навоза нет. А, кстати, по поводу министерства аграрной политики, вот тоже одна из новостей этой недели. Милованов заявил о том, что он говорил, ну, как бы, потому что планируется разделение министерства на две части, экономики и аграрной политики. Да, да, и он говорит, ну, я вообще хочу быть министром аграрной политики. Ну, прекрасно. Милованов. В экономике он же профан, а в аграрной, может, получится. А в аграрке он еще лово. Говорит, там все-таки весна скоро, там лопата от грабли, может отлететь человек. Собирать можно всякие навозик. Интересности. Ну и, по-другому, финиш, ребята, как вам новость о том, что в одном из населенных пунктов в качестве декоммунизации решили спасти памятник Карлу Марксу, переименовав. Очень-очень. Как вы думаете, мне кажется, что это выход, это лайфхак. Это креативно, как минимум. Креативно. Креативно. Во-первых, у меня такой сосед есть, похоже, так что я думаю, можно фамилии менять постоянно. Ну, на самом деле, это поэт-революционер Христо Ботева, так что, давайте не... Как, как, Христо? Ботева. А вот так зовут твоего соседняц? Ну, поменяли так табличку, как соседа это зовут, не знаешь? Сергей Петрович. А что, Петрович, все, мы же уже все на мальчество переходим. А мальчество как у него? Ты обнови-то информацию. Кирилла Мальчества. Петровна тогда будет. Петровна. Христо Петровна Ботева, да. Кстати, да, мне кажется, если так двигаться, то можно очень много памятников сохранить. А если чем-нибудь какую-то небольшую пластику сделать? Ну, судя по прическе, на самом деле, это могла быть и что-нибудь а-ля Кончита Вюрск, понимаешь? Это могла быть и она, а не он. Что-то так сразу прям все сужать-то, поле для маневра. Можно было сказать, что это... Или на Никиту Патураева похож немного. Ну, да, если зарастет. Вачочки, если ему еще дать. Не, ну, мне нравится, что он такого золотистого цвета, тоже красиво. Дорого-богато. Да, ну, красится так. Ну, так. Правда? Конечно. Ну, как бы, да, да. Надо брать на вооружение передовой опыт. Ну, и передавать, конечно, дальше. И вот наращивать мощь в памятниках. Я помню, помните, у нас длительный... Золотовалютный запас, мне кажется. Кстати, у нас длительное время... У нас, кстати, некоторые памятники даже уже продавали. Я помню, была история... На Аликс? Не, серьезно. Была история с памятником из какого-то украинского нашего села. Продали Энгельса памятник в Британию. Манчестер. Да, его установили в Манчестере. То есть его просто забрали и увезли в Британию. Ну, в шарух летит, а всякое у нас полно. А можно и подзаработать. Вот. А потом, увидите, через 30 или 40 лет будут кричать «Уничтожили памятники, нету национальной культуры, где же все наши шедевры за рубежом?» Так что, если будете убирать дома в бабушкином чулане и найдете маленький бюстик Энгельса, не выбрасывайте. Вдруг где-нибудь он не пригодится. Пригодится, пригодится, пригодится. Так что надо задумываться. Ну, победит в Штатах Сандерс, да, и который считается социалистом. И мы заживем. Да, и придется вместо декоммунизации какая-то раз декоммунизация. Нет, а представьте, как меняется вот сразу методичка. Ага, после Сандерса во Франции сразу потрет руки Меланшоу. Время пришло, готовся, Матрон. И что делать тут вот как бы тем, кто проводил вот эту всю декоммунизацию? Так они уже в Санжару уедут. И там будут дальше проводить ее. Когда ты говоришь, что делать? Нет, они там будут на карантине сидеть. Для начала не вешать нос гардомарины. Вот. А они не смотрели такого, это же, наверное, тоже попало под декоммунизацию. Запрет все, вычеркнуть, выкинуть из окна. Не, ну а не попало бы, кстати, интересно проверить. Вот в следующий раз мы с вами обязательно этим и займемся. Также можем посоветовать и нашим телезрителям, зрителям и всем, кто неравнодушен. Обратите внимание, запрещены ли гардомарины? Вот с этого и начнем. Берегите свое здоровье. Да, берегите здоровье, смотрите почаще нашу программу. Да. И? До новых встреч, Леша. До новых встреч, да. Спасибо, до новых встреч на этом же месте в это же время. В субботу, на следующей неделе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok